Вторые выходные февраля должны были снять все вопросы по продолжению борьбы за плей-офф в третьем дивизионе. Вылись ли прогнозы? Скоро узнаем. А с вами, как всегда, Антон Сакович. Оплати выбрали верную тактику против превосходящих в скорости мэджиков, плотная опека и большое количество фолов, которые еще нужно забить. Всего один из восьми, Евдокимов уже возглавляет рывок в атаке. Возможно, на подмечных Кирилла Володькина давило важность матча, отсюда и количество промахов. Абакуменко уже собирает двузначные цифры раньше, чем команда соперников. Прессинг немного встрепенул гостей, вынуждая раз за разом оплати ошибаться. Две трехи Абаси вернули школу в десятку. После обмена атак вторым темпом, оплати продолжили использовать размер в краске. Несколько эффектных блоков не сильно помогли. Магические регулярно забывали кого-то из пятерки оплати в обороне. Понимая, что это их последний шанс на топ-10, гости обрушили прессинг по всей площадке на оппонента. Гребенчук был неудержим в проходах. Вот же всего минус три. Даже применили тактику атаки в шесть игроков. Но дожать не удалось. Ключевые броски не зашли, а оплати быстрее. Закрыли матч в быстром нападении и уверенно шагнули в заветную десятку. С чем мы их и поздравляем. Фабанг, хоть уже и прошли дальше. Но нужно было укрепляться победой на втором этапе над Голден Хилл, судьба которых была только в их руках. Как и многие, мельчане оказались не готовы к напору Несвежа. За потери крал Дима Санько, набрав 11 поинтов. Передняя линия, проиграв краску, набрала еще и замечаний. Астаценко отметился технарем. Все это создало комфортные условия для Голден Хилл. И несмотря на неспортивное отшибута, гости столицы продолжили гнуть свою линию. Хорошее движение мяча завершал Танкович. Зашло несколько трех. Но после блока вечеринки, настало время вспомнить и о лидерах Ваванг. Мартин Кевич наконец получил пространство и разогнал атаку. А Никей стабильно завершал из краски. А пресс и вовсе вывел команду на дистанцию двух точных попаданий. После перерыва мы увидели равную игру, в которой лидеры так и не смогли создать задел для команд на концовку. Ивахнин разразился семью баллами подряд. Но дальняя артиллерия банкиров съела это за минуту. Как обычно, Голден Хилл не доигрывает матч без потерь. Шинкевич успевает забить три перед фоллаутом. Следом отправляется Шибут. Менчане сравняли счет уже в первой половине четверти. Но за четыре минуты до сирены Плакса из угла забивает три. Как оказалось, на победу. Страсти, обмен технарями, фоллаут Малиновского и куча неиспользованных возможностей. Голден Хилл выстояли и забрали очередной скальп во второй этап. Вот вам и Андердог. И софты по Steam разыгрывали первое место в группе. Стартовые пять минут мы действительно увидели равную игру со сменами лидера. Хозяева хорошо двигали мяч, попадали с дуги, находили передачами партнеров. Вот только удержать такой темп не удалось. Коженец набирает двузначные поинты и возглавляет рывок 10 к нулю. Падение ИС продолжилось еще восьмью безответными баллами. Балдин наказывал за потери и промахи. А Левенков расчехлил свою гаубицу и настрелял пять трех. На все это удалось ответить лишь отрывами с Кроцкого. Осипчик сумел результативно завершить несколько атак. Но релиз синих продолжал стремиться вниз. Балдин получил пространство и продемонстрировал, почему он номер один в рейтинге FIBA 3 на 3. Все вопросы о победителе были сняты. Но софту удалось выдать четверть престижа и набрать больше, чем за первую половину. Реванш за бронзовую серию удался. Но вполне возможно, это не последняя встреча команд. Спасибо, что посмотрели до конца. Субтитры сделал DimaTorzok